Экономике сегодня необходимы глубокие реформы, констатировали факт эксперты. Пора и структурно перестраивать эту отрасль. Для достижения цели необходимо развивать малый и средний бизнес. Как раз в Сочи, отметил глава города, работает программа по совершенствованию данной отрасли. Также Анатолий Пахомов поделился с участниками банковского форума динамичными показателями курортной жизни Олимпийской столицы. Мы сегодня горды тем, что мы работаем круглый год. И круглый год город заполнен впервые за последние 10 лет. Средняя заполняемость всех объектов, а мы их добавили на 25 тысяч мест. Во время подготовки к Олимпийским играм сегодня 94%. Еще раз вам спасибо за ту поддержку, которую вы делали во время строительства всех этих объектов. Материально-техническая база в Сочи сегодня позволяет проводить событийные мероприятия любого масштаба. В ходе же первой сессии Сочинского саммита Банки России 21 век специалисты отметили, что укрепление рубля не за горами. Известно, курс национальной валюты зависит от цены на нефть, которая сейчас колеблется. Потому сегодня, подчеркивают эксперты, нефть невыгодно добывать и соответственно продавать, поскольку ее цена ниже себестоимости. В связи с этим предложения сокращаются. Такая ситуация сработает на рост цены черного золота, что как раз и приведет к стабильности, уверены специалисты. По моим оценкам, такой равновесный курс рубля около 55-60 рублей за долг. И я полагаю, что в течение короткого промежутка времени, полугода, мы это будем видеть. Конечно, колебания будут в ту и другую сторону, но все-таки к своему равновесному значению рубль будет стремиться. И мы будем наблюдать такое поступательное укрепление рубля. В сложившейся ситуации много шансов у программы импортозамещения. Сельхозпродукция, та же мебель и машиностроение – это сферы, которые могут наладить быстрое производство, причем на высоком, конкурентоспособном уровне, говорят экономисты. Главное – поддержать их финансово. Варианты поддержки, в том числе и кредитной, также обсудят в ходе форума. Само же доверие к банкам, отмечает представитель Центробанка, повышается. Я думаю, что доверие к банковскому сектору сохраняется. Мы оцениваем наиболее вероятный прирост вкладов на уровне 15%. В этом году, я думаю, что цифра вполне реальная. Экономическая нестабильность существует, и пока это реальность. Проблем также меньше не становится, об этом говорит официальная статистика. Но другая статистика показывает, что происходит постепенная адаптация к новой реальности. Спрос существует, просто многим приходится сокращать и упрощать ту же продуктовую линейку. Как итог, введенные Центробанком послабления специалисты предложили продлить до 1 июля следующего года. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.